На площадке перед Одинцовским историко-краевическим музеем молодежный оркестр открывает торжественную церемонию награждения участников и лауреатов второго окружного конкурса очерков «История одной вещи». Тема этого года – фотография военных лет. Каждая история, которая проходит через этот конкурс, оставляет глубочайший след, яркий, нестираемый, незыблемый след в нашей общей исторической памяти. Чем больше таких следов мы оставим, тем яснее будет небо над нашей головой, и тем ярче, светлее и перспективнее будет будущее у наших детей. Всего на конкурс, который проходил в апреле-майе, было представлено 26 работ. В основном это небольшие рассказы о воевавших на фронтах Великой Отечественной родных участников конкурса. Работа действительно хорошая, я с удовольствием приняла предложение стать председателем жюри, ну и надеюсь, я так достаточно добросовестно исполнила свою миссию. Спасибо им. Егор стал лауреатом первой степени в возрастной категории от 7 до 10 лет. Мальчик окончил третий класс второй кубинской школы. В своем очерке он поведал историю Полины Даниловны Куликовой, которая ушла на фронт вместе со своим отцом. Фотографию с фронта, по которой и был написан рассказ, она прислала своей младшей сестре, прабабушке Егора. Она была послушной девочкой в семье. Любила вязать на спицах. У нее было два внука. Организатором уникального творческого состязания выступил Одинцовский центр развития культуры при поддержке профильного окружного комитета. Конкурс провели в четырех возрастных категориях. Дети, подростки, молодежь и люди старше 35 лет. Лауреатом всех трех степеней вручили дипломы и кубки. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...